Друзья, приветствую! С вами Николай Мрачковский. Продолжаем наш инвестиционный эксперимент, как всегда, по вторникам. Сегодня я планирую сделать три шага. Первое. Стандартно в свой пассивный индексный портфель сделать докупку индексных фондов, особенно тех, которые просели сейчас. Второй шаг. Это пара интересных покупок в пассивный портфель российских дивидендных акций. И третье. Как вы помните, неделю назад я продал все американские акции. Чем благополучно обрушил американский рынок. И сегодня я буду докупать, поскольку так уж повезло, то сегодня буду докупать американские акции уже подешевле, по более выгодным ценам. Ну что же, все это сегодня в нашем выпуске. Надеюсь, будет интересно. Поехали! Давайте начнем с того, что посмотрим, что происходит на внешнем фоне у нас. Доллар довольно дешев, стоит около 73 рублей сейчас, поскольку цены на нефть растут. И, в общем-то, довольно существенно. То есть, цены высокие на нефть. Индекс Мосбиржи также довольно на высоком уровне находится, практически на максимуме своем. Хотя вот Америка заметно просела. Россия практически не проседала. А вот Америка просела и весьма сильно как раз после того, как я сделал объявление о продаже акций. Видите, как они волнуются, когда смотрят мой ролик. Ну что же, я предупреждаю о рисках, как всегда, что это не прямая рекомендация к действию. И за ваш портфель вы отвечаете сами. Тем не менее, может быть, какие-то мысли, идеи вы сможете для себя взять. Я инвестирую в нескольких направлениях сейчас в рамках данного эксперимента. Сам эксперимент строится на пассивном портфеле из облигаций и акций золота. Я инвестирую в нем регулярно, сохраняя структуру портфеля. Он состоит из данного набора активов. То есть, это еврооблигации российских компаний, еврооблигации рублевые и долларовые, акции российских, акции американских компаний, золота, акции IT-компаний Китай и Германия. Вот такая структура, которую я стремлюсь сейчас соблюдать. Если мы посмотрим на то, что я планирую закупать. Сейчас вот структура моих покупок, планов по покупкам в текущий момент. Единственное, тут надо отметить, произошло такое событие. Это дробление акций FXDE, фонда акций Германии. 1 к 100. У меня их было 27, теперь 2700. Соответственно, цена упала в 100 раз. И доходность, и везде поплыла доходность. Надо это везде подправить, чтобы... Ну, на следующей неделе уже это будет исправлено. Просто сейчас он показывает, видите, минус 99%, поскольку 1 сотая только от цены осталась. Хотя, в общем, по сути, практически ничего не изменилось. Итак, что я планирую докупить сегодня? Акции IT-компаний. Больше сделаю акцент как раз на том, что просело. То есть, это американские компании, IT-компании Америки. Их докуплю. И докуплю золото, которое тоже довольно заметно просело. И затем сделаю докупки в рублевый дивидендный портфель и в международный портфель. Давайте перейдем к покупкам. Итак, я покупаю акции IT-компаний, которые сейчас несколько просели. 30 лотов. Готово. Далее, акции, акции американских компаний, которые также немножко просели. Здесь я покупаю два лота, две акции. И золото. И золото, которое тоже, золото, довольно существенно откатилось от максимумов. И тянет мой портфель пока вниз. Пять лотов. Готово. Куплено. Теперь перехожу к покупкам российских дивидендных акций. И здесь у меня в планах... Здесь у меня в планах сейчас две идеи, которые я буду реализовывать. Первая. Мне очень понравилась мысль. У нас идет сейчас проект. Может быть, вы за ним наблюдаете. Битвы инвесторов. И там Павел Некрасов, один из участников, высказал мысль про акции золотодобытчиков. То, что золото сейчас на локальных минимумах. И, собственно, вот я конкретно беру полиметалл. То есть, у меня идея сейчас докупить золотодобытчиков в большей степени для диверсификации. Чтобы, если золото пойдет вверх на фоне растущей инфляции в мире, то золотодобытчики как раз выстрелили. А они сейчас, вот видите, как раз на локальном минимуме находятся. Поэтому планирую взять. Так, я возьму 7 лотов полиметалла. Так, готово. Полиметалл докупил. Ну и к тому же по полиметаллу, в общем-то, относительно неплохие дивиденды. И второе, что я планирую докупить, тоже относительно на просадки, это Татнефть. Татнефть, по которым также неплохие дивиденды. Ну и в целом, есть достаточно неплохие ожидания по потенциалу прироста. Так, покупает 20 акций Татнефть привилегированные. Хорошо. То, что касается докупок в российский портфель, сделал. Идем дальше. Теперь захожу в мой международный портфель в Interactive Brokers. Так, общая стоимость 20 с небольшим тысяч. И сейчас зайдем в позиции. И увидим, что, собственно, здесь все продано. Остались только фонды. Вот ETF на недвижимость. Вот два VNQ и FRL. И затем дивидендные фонды. И индексный фонд просто на S&P 500. И три дивидендных фонда. У меня в целом план вот такой. То есть, я сейчас хочу нарастить ETF на недвижимость от Vanguard. Хочу в целом их сделать примерно 13 штук, чтобы доля была 30%. То есть, у меня цель, чтобы была примерно треть в недвижимости, треть в дивидендных фондах и треть просто в индексном VOO. Поэтому сейчас я, ну я сразу не буду все заводить, поскольку у меня сейчас довольно большая сумма. Ну как большая? 14 тысяч долларов. И я буду ее постепенно заводить. Начинаю с фонда Vanguard на недвижимость. Так, открываю. Как раз он несколько просел сейчас. Относительно невысокая по нему дивидендная доходность сегодня. Но для диверсификации я его тоже беру. Так, покупаю 5 лотов. Рыночный. Готово. Теперь второе, что я сделаю, это Vanguard S&P 500. Здесь я тоже докуплю еще 5 лотов сейчас. То есть, чтобы со мной было 6. И наращу позицию вот до примерно такого уровня. Дивидендных фондов у меня сейчас и так достаточно много. Поэтому наращиваю вот эти вот позиции. Буду делать это постепенно. Не все сразу сливать. Хотя тут разные позиции есть. Кто-то говорит, надо все сразу. Так, надежней. И сразу берешь рыночные риски. Большая доходность потенциально. Но мне спокойнее идти шагами. И покупать постепенно. Так, на 2000 долларов покупаю 5 акций. Готово. Готово. И так. И так. У меня теперь портфель стал. Сейчас проверяем. VNQ 6 и VOO 6. И кэш у меня в текущий момент 11570. Вот так. Примерно такая комбинация. А вот эти вот фонды я тоже убрал. В общем-то я их сейчас отсюда уже удаляю. Как не соответствующие моим требованиям. 20386. Сейчас сверяю. Да, 20388. Ну плюс-минус 2 доллара. Такая погрешность. Ну что же. Вот я начал делать шаги в сторону перехода именно к индексному инвестированию. То есть у меня в планах иметь фонды недвижимости. Дивидендные фонды. И индексный фонд. И примерно по третьи. Ну еще часть держать в кэше, чтобы докупаться на просадках. Вот такая идея в международном портфеле. Ну что же, друзья. Я сделал свои докупки регулярно, как всегда, стабильно. Каждую неделю. Вот уже полтора года реализую данный проект. Надеюсь, вы также системно работаете над вашими инвестициями. Считаю, что здесь стабильность это главный залог успеха. Если ты регулярно делаешь маленькие шаги, то постепенно за несколько лет можно пройти большой путь. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...